МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О самом важном, новом и интересном на минувшей неделе в Карачаево-Черкесии в социальной сфере политики и экономики расскажем прямо сейчас. Это обзор главных новостей недели. Итак, сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горные курорты Карачаево-Черкесии получат дополнительную финансовую поддержку из федерального центра. Дмитрий Медведев подписал распоряжение в отделении Северного Кавказа почти 17 миллиардов рублей на развитие туристических комплексов. В этом году в Карачаево-Черкесии появится новая электростанция. На реке Кубань, на плотине действующего гидроузла Большого Ставропольского канала, сейчас возводят Усть-Жигутинскую малую гидроэлектростанцию. Станция будет автоматизированная. Будут стоять системы автоматического управления гидроагрегатами и системы автоматического управления технологическими процессами. О том, что платить за потребленный газ и электричество, необходимо ежемесячно, знает каждый. Но, тем не менее, этому простому правилу следуют далеко не все. О работе по повышению платежной дисциплины в регионе и о развитии топливно-энергетического комплекса Республики поговорим сегодня с гостем программы, министром промышленности и торговли Муратом Аргуновым. Нам удалось обеспечить 100% оплату по 2017 году по всем категориям потребителей. И данный комплекс мер нам позволило не попасть в тот самый красный список, который озвучил Дмитрий Анатольевич на правительственной комиссии. В Учкулане продолжаются работы по восстановлению моста, разрушенного бурным потоком воды в период проливных дождей. Строители проводят демонтаж моста, чтобы расчистить площадку для строительства нового. Товарооборот в угле не приостановился. Может проехать скорая помощь, любая легковая машина. Горные курорты Карачева-Черкесии получат дополнительную финансовую поддержку из федерального центра на неделе стало известно о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Северного Кавказа почти 17 миллиардов рублей на развитие туристических комплексов. Эти инвестиции из федерального бюджета, прямым получателем которых является компания курорта Северного Кавказа, предназначены в том числе для проектирования и строительства объектов на всесезонном туристко-рекреационном комплексе Архыз. В пояснительной записке к этому документу говорится, что в программе по развитию туристического комплекса Северного Кавказа специально оговорена реализация укрупненного инвестиционного проекта по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера. Средства на эти цели уже заложены в федеральном бюджете. На неделе глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ о назначении заместителем председателя правительства и министром финансов Карачева-Черкесии Мурата Суюнчева, который до последнего времени возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда России. Глава республики подчеркнул, что Мурат Суюнчев имеет большой опыт в финансово-экономических вопросах, как на региональном, так и федеральном уровнях. До нынешнего назначения на пост вице-премьера республиканского правительства Мурат Суюнчев уже успел получить серьезный опыт работы на государственной службе. И везде она так или иначе была связана с финансовой сферой. Он знает республику изнутри, каждый район. Ему легко будет работать, потому что он знает каждую главу района. И он знает, можно сказать, 100% весь население Карачаева-Черкесии, активное население, парламент, республики, правительство. Человек очень порядочный, человек, который идет на контакт, человек, который вышел из народа, человек, который не только владеет цифрами и экономическими знаниями, человек, который владеет теми насущими проблемами, которые есть у нас сегодня и потихоньку, которые мы должны решать и двигаться дальше. Например, являясь депутатом Народного собрания Карачаева-Черкесии, он возглавлял Комитет по экономической политике, бюджету, финансам, налогам и предпринимательству. Именно при нем парламент принял ряд экономически важных для региона законов. Например, закон о публичных слушаниях по бюджету Карачаева-Черкесской республики. Он открыл бюджет для всех граждан. Сейчас каждый желающий может нести свои предложения по бюджету Карачаева-Черкесской республики и ознакомиться с итоговым отчетом об его исполнении. Считаю, что этот человек занял достойное место и этот человек на своем месте. Затем Мурат Суюнчев несколько лет представлял Карачаева-Черкесию в Совете Федерации, где также входил в состав Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Как опытный эксперт он был включен и в состав трехсторонной комиссии Государственной Думы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений. Мурат Ханатмич очень грамотный специалист в сфере экономики. Он является кандидатом экономических наук. Очень порядочный, ответственный человек. Поэтому на этой должности я уверен, он справится, не подведет главу республики, который оказал ему такое доверие. Мы коллеги, конечно, будем поддерживать, вместе работать. Вы знаете, что скоро осенняя сессия у нас будет. Будем готовиться к подготовке и принятию бюджета республики на следующий год. Надеемся, что для и жителей республики, и в целом правительство республики получило достойную кандидатуру. С 2015 года Мурат Суюнчев возглавлял отделение пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии, где зарекомендовал себя как ответственный и требовательный руководитель. Мне очень нравятся мои сотрудники. Очень много высокопрофессиональных людей, отдающихся работе полностью. Они готовы дневать и ночевать на работе, работать не 8 часов, а вот сколько надо, только для того, чтобы выполнить свою работу. Как отметил Рашид Тимрезов, Мурат Суюнчев имеет большой опыт в вопросах финансово-экономической деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне. Кроме того, немаловажное значение имеет его многолетнее сотрудничество с правительством России и главами местного самоуправления. Глава республики поставил перед новым вице-премьером ряд приоритетных задач, в том числе по реализации поручений Владимира Путина, обозначенных в его майском указе и послании Федеральному собранию. Эрнест Чуков, Мурат Койчев, Роман Баюра, Архиз-24. С выше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, журналистов и экспертов со всего Северного Кавказа собрались в минувшие выходные в Карачаево-Черкесии на 5-й юбилейный гражданский форум Архиз-21. Три дня они обсуждали вопросы повышения эффективности работы северокавказских НКО. Напомним, что в течение минувших пяти лет в рамках форума Архиз-21 прозвучало много полезных инициатив, которые впоследствии нашли отражение в работе органов государственной власти. Безусловно, главным событием был приезд нового полпреда Александра Матовникова, который в рамках первого рабочего визита в Карачаево-Черкесию вместе с главой республики Рашидом Темрезовым осмотрел туристическую инфраструктуру Архиза с высоты более 2000 метров над уровнем моря. Тему продолжит наш корреспондент. Визит Александра Матовникова в Архиз начался с осмотра горнолыжной инфраструктуры. В сопровождении главы Карачаева-Черкесии он поднялся по гондольной дороге Млечный путь к смотровой площадке. Там они обсудили освоение северного склона поселка Романтик, на котором еще с весны 2017 года идет масштабная стройка. Намечены разветвленные системы горнолыжных подъемников, трассы различной категории сложности, система искусственного снегообразования. После всех работ новый склон позволит продлить зимний сезон в Архизе на месяц. Теперь вот хочу, чтобы вы обратили внимание на северный склон. Северный склон у нас в этом году в одной объект. Должны в декабре мы ее запустить и открыть. На этой стороне, через дорогу, через дорогу, в первую очередь. Ее уже, в принципе, завершили. Сейчас на лодочные работы идут. Рашид Темрезов также подчеркнул, что наряду с северным активно будет развиваться южно-ориентированный склон. Там рассматриваются возможности строительства канатной дороги на пик Динника. Откуда открывается красивый вид на символ Кавказа, гору Эльбрус и высокогорные озера в окрестностях курорта Архиз. Затем высокие гости приняли участие в брифинге, организованном агентством ТАСС. На нем обсуждались такие вопросы, как значимость проведения гражданского форума Архиз-21, причем как для НКО, так и для органов власти. Благосостояние Северокавказского федерального округа и его инвестиционная привлекательность. Особенности взаимодействия власти и общественных организаций в Карачаево-Черкесии. А самым крупным событием второго дня форума стало установочное пленарное заседание «Гражданское общество в развитии Северного Кавказа». Речь на нем шла о новых форматах участия некоммерческих организаций в развитии СКФО. Александр Матовников отметил, что форум Архиз-21 является хорошей площадкой для работы некоммерческих организаций со властью. И обратная связь, получаемая здесь, будет полезна для всех сторон. Такое взаимодействие крайне важно с учетом тех целей, которые определил глава государства и которые активно поддержаны обществом. Пожалуй, впервые в истории современной России определены цели, достижения которых позволят совершить прорыв в развитии страны. Сейчас основная задача и стоит, и майский указ об этом говорит, что это национальные цели, стратегические задачи развития страны до 2024 года. Они все в общественной плоскости, в плоскости человека, в плоскости гражданского общества, в плоскости социально-экономического развития. Это однозначно. Затем от имени министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева приветственное слово участникам форума зачитал его первый заместитель Одесбай Султанов. За годы своего существования форум стал авторитетной дискуссионной площадкой, способной консолидировать представителей экспертного сообщества, общественных и органов государственной власти для решения ключевых задач развития гражданского общества России. В свою очередь, глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимреза в своем обращении вспомнил, как проходило становление форума и какую важную роль в этом играли некоммерческие организации СКФО. За эти пять лет вы стали не только инициаторами многих предложений, но и теми организациями, теми объединениями, которые практически их и решали. Я абсолютно уверен, что и этот форум не станет исключением, и те ваши предложения обязательно найдут отражение и в нашей работе, в работе органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, входящей в Северо-Кавказский федеральный округ. А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что форум играет важную роль и как один из способов укрепления взаимоотношений между народами Кавказа. Здесь есть представители всех территорий нашего большого дружного Кавказа. И представители, конечно, Ставропольского края есть. А можете встать, все, кто со Ставропольского края? Понимаете, это показатель того, что мы, знаете, мы хотим жить вместе, мы хотим дружить, мы хотим развиваться. Что касается самой программы форума, то для участников во второй день, уже после пленарного заседания, были организованы различные мастер-классы и инкубатор проектных идей. Одна из самых насущных тем для НКО – это как получить финансовую поддержку. Подготовка заявки на проведение гранта – именно так назывался мастер-класс советника генерального директора фонда президентских грантов Владимира Татаринова. Говоря же в целом о форуме, эксперты были едины во мнении, что роль общественных организаций в России растет с каждым годом. Если раньше мы все время беспокоились о том, как нам защититься от дестабилизации, как нам преодолеть всякие деструктивные вещи, то сегодня, и об этом совершенно замечательно говорил полпредпрезидента, сегодня необходимо зареотачиваться на стимулировании инициативы, активности, ответственности, мобилизовывать энергию на решение созидательных проблем. И при этом форум полезен как для самих НКО, так и для органов власти. Форум учит обратной связи. Действительно, мы будем работать как партнеры, и многие из этих коллег уже получали гранты, уже реализуют себя в этой сфере и становятся абсолютно полноправными партнерами, полноправными игроками вот той современной демократической ситуации, которая сегодня в России формируется. Нововведение этого года – более жесткий отбор и требования к организациям. Конкурс лучших волонтерских практик плюс каждый регион презентовал свою выставку успешно реализованных социальных инициатив. Намечены планы на будущее. Мы подведем итоги форума, соберем обратную связь, сделаем анализ, поймем, может быть, что еще нужно, чему еще надо учить, какие новые форматы давать, какие мероприятия проводить. Соберем обратную связь, соответственно, с участников, и будем эволюционировать, будем становиться лучше. Архиз-21 уже смело можно назвать традиционным. Он проходит в Карачаево-Черкесии пятый год подряд. И с каждым разом привлекает все больше участников от некоммерческих организаций и экспертного сообщества. Алексей Кохтун, Татарик Желовян, Олег Малхожев, Далиль Мерза, Архиз-24. Ну а завершился форум Архиз-21 обсуждением роли некоммерческих организаций, благотворительности и поддержания межнационального согласия. По результатам всех трех дней работы форума была составлена официальная резолюция, содержащая рекомендации от представителей некоммерческого сектора Северного Кавказа органам государственной власти. Третий день на форуме Архиз-21 начался с двух круглых столов, собравших десятки участников. На площадке благотворительность на Кавказе участников было особенно много, поскольку именно это направление является одним из приоритетных в работе некоммерческих организаций. Участники сошлись во мнении, что ситуация, когда благотворительные фонды, НКО и органы власти работают по отдельности, не приносит успеха. Для его достижения все эти стороны должны быть взаимосвязаны, и именно некоммерческие организации могут выступить главным инструментом этой консолидации. На сегодня наша задача не создавать дополнительные добровольческие проекты, хотя и это тоже было бы неплохо, потому что добровольцев мало не бывает. Наша основная задача – создать инфраструктуру поддержки добровольства, как движение социальное. На другой площадке этнокультурной технологии гармонизации межнациональных отношений эксперты обсудили пути сохранения и единства российской нации, обеспечивающие её этнокультурное разнообразие. Многие участники «Круглого стола» обеспокоены западным влиянием на кавказскую самобытность. Пути решения этой проблемы, как и гармонизации межэтнических отношений, лежат в поиске новых подходов в работе с молодёжью, в создании согласительных комиссий и межэтнических конгрессов. И здесь НКО тоже играет важнейшую роль. Мы видим определённую позицию государства, она нацелена на наше сплочение, на то, чтобы национальный вопрос рассматривался в подчинении гражданскому вопросу. На этом пути немало проблем, немало подводных камней, но иного пути, как наше объединение и сглаживание вот этих ситуаций, ни у государства, ни у нас нет. Завершился Пятый Северокавказский гражданский форум Архиз-21 итоговым пленарным заседанием, на котором эксперты отметили особую важность предложений, сгенерированных на форуме, а его участники поблагодарили организаторов за возможность познакомиться с успешными региональными практиками. А ещё на пленарном заседании подвели итоги конкурса добровольческих инициатив «Добро из КФО». Одним из первых отметили проект Риты Эфендиевой, направленный на профилактику наркомании. Уже много лет она возглавляет отделение Ассоциации женщин-предпринимателей России в КБР. И для неё эта победа – событие знаковое. Наша задача, как регионального отделения, которое я представляю, вот скоординировать, скоординировать эту деятельность, чтобы друг другу помогать, оказывать содействие, делиться опытом, успешными практиками. То есть это очень эффективный механизм. Женская дипломатия – это вообще великая сила. А на Кавказе тем более. Рита предложила организаторам форума создать интернет-площадку, на которой представители НКО могли бы продолжить своё общение. Но это в будущем. А уже действующая находка нынешнего форума – это инкубатор проектных идей, где некоммерческие организации могут предлагать свои решения социальных проблем. Был собран пул предложений, проектов, которые могут транслироваться и реализовываться на территории всего округа. Силами некоммерческих организаций за счёт грантовой поддержки. Ряд тем, которые мы видим как перспективные для решения и реализации в территориях, мы их опубликуем. Сами некоммерческие организации тоже взяли для себя их на вооружение и, собственно говоря, сейчас в этом направлении будут развиваться, работать. А уже по итогам форума будет подготовлена официальная резолюция, содержащая рекомендации представителей некоммерческого сектора Северного Кавказа органам государственной власти. Екатерина Иванова, Заурлиев, Архиз, 24. О том, что платить за потреблённый природный газ необходимо ежемесячно, знает, наверное, каждый житель Карачао-Черкесии. Но на практике этому простому правилу следуют далеко не все. Для наиболее злостных должников такое пренебрежение платёжной дисциплиной неизбежно оборачивается встречей с судебными приставами. А если и этого окажется недостаточно, то их имущество за долги будет списано и продано с торгов. Стоит ли неоплаченный газ таких материальных потерь и моральных издержек, выясняла Амина Шаманова. Взыскание задолженности в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса в управлении судебных приставов на постоянном контроле. В соответствии с графиком, они регулярно выходят совместные с представителями газовой компании рейды по адресам тех, кто накопил большие долги за голубое топливо. На сегодняшний день служба судебных приставов и представители Газпрома проводят совместный рейд по взысканию задолженности в пользу Газпрома, Межрегионгаз. В добровольном порядке иногда не получается взыскивать задолженности, и приходится при длительном порядке взыскивать. В селе Ильичевка при Губанском районе дело дошло уже до ареста имущества. Теперь оно будет передано на реализацию. Если, конечно, его владелец в течение 10 дней не погасит свои долги перед газовиками. Данная работа имеет очень большое значение для поставщика, поскольку в нашей республике сложилась не самая простая ситуация с задолженностью потребителей за коммунальные ресурсы. И это является одним из самых действенных методов взыскания просроченной дебюторской задолженности населения. За шесть месяцев 2018 года в пользу газовой компании уже взыскано с должников более 27 миллионов рублей. Из них только по Прикубанскому району – 8,5 миллионов. Отсюда вывод – долги платить все равно придется, но делать это в срок и, не доводя дело до визита судебных приставов, значительно дешевле. Амина Шаманова, Заур Лиев, Архиз-24. А накануне в ходе рабочей встречи министр промышленности и торговли Мурат Аргунов доложил главе региона о результатах работы по улучшению платежной дисциплины в топливно-энергетическом комплексе республики. Как известно, Рашид Тимрезов с первых дней возглавляет региональную межведомственную рабочую группу ПОТЭК. И за этот период ситуация с платежами по всем видам плательщиков республики заметно улучшилась. Эта практика нашла одобрение у председателя правительства России Дмитрия Медведева на недавнем заседании прав комиссии. Более подробно на эту тему поговорим сегодня с гостем программы министром промышленности и торговли республики Муратом Аргуновым. Здравствуйте, Мурат Олегович. Рада вас видеть в нашей сегодняшней студии. Долги за топливно-энергетические ресурсы – одна из актуальных тем, которые периодически поднимаются в федеральной повестке. А насколько остро эта проблема стоит в Карачаево-Черкесии? Добрый день, Мадина. Обсуждая данный вопрос, я не могу сказать, что долги за топливно-энергетический комплекс в нашем субъекте стоит очень остро, так как у нас ситуация очень хорошая по сравнению с другими регионами, я не говорю Северного Кавказа, но Российской Федерации в целом. Что касается снижения образовавшейся задолженности и повышения платежной дисциплины, действительно, это очень актуальный вопрос. И правительством республики проводится комплекс мер для реализации задач по снижению долгов за топливно-энергетические ресурсы. Реализация этих мер находится на особом контроле главы Карачаево-Черкесии Рашида Борисбеевича Тимирезова. И ежемесячно мы проводим анализ, мониторинг происходящего в нашем регионе и докладываемся по истечению каждого месяца главе республики о ситуации на рынке ресурсов. А как у нас ситуация с текущими платежами? С текущими платежами в 2017 году, я приведу примеры прошлых лет, в 2017 году нам удалось увеличить объемы собираемости за потребленные энергиоресурсы в порядке 98-100%. За первое полугодие 2018 года, благодаря совместной работе и органов исполнительной власти, местного самоправления, ресурсоснабжающих организаций, нам удалось достигнуть 100% оплаты текущих платежей всех категорий потребителей. Эту картину такую благостную портит немного долги прошлых лет. Насколько вообще остро стоит проблема с долгами прошлых лет? И сокращаются ли они? Даже в той дорожной карте, которую мы отрабатывали с Минкавказом, в первую очередь мы ставим во главе это погашение текущих платежей, а уже подписывать договор и структуризация этой должности и планомерно уже гасить прошлогодних лет. На сегодняшний день задолженность в регионе составляет 735 миллионов рублей. Уровень расчетов по всем категориям потребителей 98-100%. Если смотреть в структуре задолженности, то у нас ситуация следующая. По газу порядка 60% приходится на население, категории потребителей. Порядка 23% приходится на промышленные предприятия. Но по промышленным предприятиям я хочу отметить, что просроченных долгов у нас нет. Это текущие платежи и все предприятия платят вовремя. Что касается теплооснабжающих организаций, у нас в структуре задолженности получается порядка 12%. Но вот здесь по теплооснабжающим организациям мы столкнулись с рядом проблем, которые эффективно на площадке межведомственной рабочей группы у нас решаются. Я чуть дальше расскажу вам за это. Недавно на заседании правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил 5 регионов Северного Кавказа. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, которым в срочном порядке необходимо оплатить долги по газу. Ну так был поставлен вопрос, электричество, кстати, тоже. Вот Карачаево-Черкесия в числе этих регионов 5 не была названа. С чем это связано? Это связано с тем, что мы в 2016 году создали межведомственную рабочую группу по инициативе главы Карачаево-Черкесии Рашид Борисбеевича Тимрезова, где он принял личное решение, понимая важность данного вопроса, возглавить данную межведомственную рабочую группу. На первой же встрече Рашид Борисбеевич поставил перед нами задачу разработать комплекс мер, которые позволят в 2017 году значительно снижить задолженность региона за поставленные энергоресурсы. Как я говорил, благодаря тесному взаимодействию на данной площадке межведомственной рабочей группы нам удалось обеспечить 100% оплату по 2017 году по всем категориям потребителей. И данный комплекс мер нам позволило не попасть в тот самый красный список, который озвучил Дмитрий Анатольевич на правительственной комиссии. Дмитрий Анатольевич Медведев также рекомендовал главам субъектов этих пяти регионов возглавить эти комиссии, рабочие группы на своих территориях по сборам платежей в топливно-энергетическом комплексе. Получается, Рашид Тимрезов подобную рабочую группу возглавлял изначально, с 2016 года? Да, совершенно верно, с 2016 года, когда мы приступили к созданию, он сам принял личное решение, чтобы возглавить данную рабочую группу. И, соответственно, уже не выходя из рабочей группы, дальше ежемесячно собирая нас, контролируют действия и применимые меры для улучшения ситуации в топливно-энергетическом комплексе. И нашу работу, оценку эффективности. И также я бы хотел сказать, что в 2017 году совместно с Министерством по делам Северного Кавказа мы разработали дорожную карту эффективности работы региона в топливно-энергетическом комплексе. Глава лично принимал участие в разработке и в доведении показателей. У нас одни из самых высоких показателей по сравнению с остальными субъектами Северно-Кавказского округа. И дорожная карта была утверждена. Дорожную карту мы смогли выполнить в прошлом году на 98-99%. Я считаю, что в этом году те показатели, которые у нас есть, нам удастся обеспечить исполнение данной дорожной карты, показатели эффективности на все 100%. То есть Карачаево-Черкесия на хорошем счету у федерального центра по сбору платежей в топливно-энергетическом комплексе. Могу сказать, что мы одни из лучших среди субъектов ВСКФО. Вообще, сейчас хотелось бы немножечко на тему долгов поговорить в части того, как они образуются, почему они образуются, каковы основные причины. Причины здесь совершенно разные. Они по всем категориям потребителей возникают по-разному. Я приведу ряд примеров. Если смотреть по теплоснабжающим организациям, мы понимаем, что данные организации поставляют тепло в многоквартирные дома, в муниципальные учреждения. И если у них внутри у себя уже собираемость порядка 80%, то затраты идут на хозяйственную деятельность, и практически небольшая доля остается на погашении за поставку данных ресурсов. Тем самым у них накапливаются долги. Во избежание этого было принято решение Рашидом Борисбиевичем, то, что мы будем датировать теплоснабжающие организации, потому что мы же еще регулируем тариф по теплу для того, чтобы данная нагрузка не переходила на население. Данная нагрузка переходит на бюджет республики, и бюджет республики возмещает теплоснабжающим организациям разницу в тарифе. И тем самым им удается гасить, а в противном случае, если население не будет платить за тепло, за теплую воду, у них будут накапливаться долги. Это одна из причин. Если смотреть по категориям потребителей, относящихся к населению, то ситуация здесь другая. На мой взгляд, обеспеченность приборами учета по газу у нас порядка 56%. Где нет прибора учета, домовладение за жилую площадь оценивается с применением коэффициента. То есть счет выставляется с применением коэффициента. Коэффициент у нас применяется 1,7. У них стоимость уже дороже становится. Жильцы должны обеспечить у себя прибор учета для того, чтобы снизить стоимость за газ. Некоторые переживают, что оно увеличится. На самом деле оно снижается. И тем самым, если в семье работает один или два человека, для них по газу уже с применением коэффициента нагрузка очень большая. Они также успевают платить текущие платежи, а просроченные платежи, но нет возможности у них уже гасить. Исходя из этого, мы всем жителям нашей республики рекомендуем для того, чтобы они установили прибор учета для того, чтобы снизить и потребление, и потери газа у себя в домовладениях. Ну и помимо всего прочего, насколько я знаю, ведется работа по реструктуризации долгов. Но реструктуризацию, опять-таки, необходимо понимать правильно. Реструктуризация, это, наверное, не значит, что полностью ваши долги аннулированы. Что это значит? Давайте объясним на понятном языке. Реструктуризация. Раньше мы применяли такие договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями в части предприятий. На сегодняшний день у нас есть возможность заключения данных соглашений с населением. Данное решение позволяет населению произвести рассрочку просроченных платежей. То есть, если задолженность составляет порядка 30 тысяч рублей, и человек успевает еле гасить текущие платежи, то мы можем делать им рассрочку платежей прошлых лет, для того, чтобы по комфортным им условиям они, согласно графику, уже платили за долги прошлых лет. Скажите, пожалуйста, каков алгоритм работы в дальнейшем по ликвидации задолженности в топливно-энергетической сфере? Может быть, какие-то новые методы внедряете в эту систему работы? Может быть, что-то планируется новое? Расскажите о планах. В конце 2016 года мы представили комплекс мер, которые позволили действительно улучшить ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Поработав 2017 год, мы поняли, что они эффективны. Пока принимается решение, что мы с теми же мерами работаем по улучшению ситуации. И я вкратце скажу, какие меры разрабатывались. По поручению главы мы возложили персональную ответственность на главы муниципальных образований, что они несут персональную ответственность за потребленные энергоресурсы. Второе, это действительно предложение Расскажите Борисовича было окрашивание денег. Из регионального бюджета мы направляем поддержку в бюджеты муниципальных образований, для того, чтобы они гасили текущие платежи за должности прошлых лет. И мы окрашиваем эти деньги. Тем самым правительство республики проверяет целевое использование данных денег, которые должны пойти именно на погашение потребления за потребленные энергоресурсы. Окрашивание денег, это значит, что правительство республики дальше отслеживает целевое назначение этих денег. Если они поступили для погашения задолженности за энергоресурсы, они могут потратить только на погашение этой задолженности. Если рассматривать другие меры для улучшения качества обслуживания населения в нашем регионе, в столице, в городе Черкесске, мы открыли 12 расчетно-кассовых центров, где любой житель нашей столицы может обратиться для оплаты услуг ЖКХ. Мы сделали возможность оплаты услуг ЖКХ во всех МФЦ в муниципалитетах. Помимо этого, ресурсоснабжающие организации открыли свои расчетно-кассовые центры, которые позволяют жителю обратиться, не идти в ресурсоснабжающую организацию, не стоять в очереди, а прийти, и тебе дают единую квитанцию, ты оплачиваешь за все коммунальные услуги. Я считаю, что это тоже была эффективная мера. Помимо этого, пилотным проектом для нас был Малокарачаевский район, где контролеры безналично собирали деньги за потребленные энергоресурсы населения, здесь пилотным проектом мы запустили совместно с «Газпром Межрегион Газ Черкесск» программное обеспечение, которое позволяет вносить показатели счетчика, которые автоматически формируют квитанцию, житель видит, какая сумма у него выходит, соответственно, с этой суммой оплачивает. После этого он получает квитанцию, в системе уже об оплате он уже у себя видит. Помимо этого, через ГИС ЖКХ, через портал госуслуг они могут зайти и проверить, они оплатили на самом деле или эти деньги ушли на другие задачи. Мы знаем, что накануне вы встречались с главой региона, у вас была рабочая встреча по вопросу в том числе топливно-энергетического комплекса и сборам платежей. И помимо всего прочего, вы докладывали главе о той работе, которая проделывается для формирования предложений для включения в национальные проекты по линии вашего Министерства промышленности и торговли. Расскажите, пожалуйста, что это за работа, вообще что намереваетесь делать, какие предложения включать? По топливно-энергетическому комплексу мы обсудили вопросы заседания правительственной комиссии. Рашид Борисович дал конкретное еще поручение для того, чтобы мы разработали и в кратчайшее время дали ему информацию по ситуации и достигнутых результатах. Что касается национальных проектов, мы только приступили к разработке. Это новые проекты, которые позволят улучшить экономическую, социальную ситуацию в нашей республике. Совместно с нами работают и все министерства, и ведомства. И до 1 октября мы должны представить по новым национальным проектам главе решения. И еще одна тема, которую Вы обсудили, касалась подготовки к работе в осенне-зимний период топливно-энергетического комплекса республики. Как вообще Вы видите степень готовности? Топливно-энергетический комплекс у нас идет в плановом режиме. На сегодняшний день на 64% мы уже готовы к прохождению осенне-зимнего периода. До середины сентября, до 15 сентября у нас 100% будет готовность уже к прохождению осенне-зимнего периода. Мурат Олегович, спасибо Вам большое, что нашли сегодня время прийти к нам в студию. Спасибо. О ходе уборочной кампании в хозяйствах региона Рашид Тимрезов говорил с министром сельского хозяйства республики Анзором Баташевым во время рабочей встречи. На сегодняшнюю дату республиканскими аграриями намолочено уже более 40 тысяч тонн зерна. Урожайность в текущем году составила 55 сентнеров с гектара, что на 20% больше, чем в прошлом. Также обсудили ряд вопросов развития агропромышленного комплекса региона, в том числе реализацию инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Министр отметил, что банки региона поддерживают сельхозтоваропроизводители в получении льготных кредитов под реализацию инвестпроектов в сфере АПК. Важнейший вопрос – реализация мероприятий программы устойчивого развития сельских территорий. Продолжается работа по строительству газопроводных разводящих сетей, локальных водопроводов в сельской местности. В рамках программы завершено строительство современной общеобразовательной школы на 260 ученических мест в Халатно-Родниковском, которое откроется 1 сентября в День знаний. К другим новостям. В этом году в Карачево-Черкесии появится новая электростанция. Перспективы, которые открывают перед нашей республикой ее строительство, не так давно обсуждались на встрече главы Карачево-Черкесии Рашида Семресова с генеральным директором РУСГИДРО Николаем Шульгиновым. Напомним, что на реке Кубань, на плотине действующего гидроузла Большого Ставропольского канала, сейчас возводят Усть-Джигутинскую малую гидроэлектростанцию. На каком этапе ее строительство сегодня узнавала Татэйк-Человян. Карачаево-Черкесия – край богатейших озер и мощнейших горных рек. Как ни парадоксально, при этом использовать в полной мере природную энергию люди научились пока не полностью. На данный момент, по итогам 2017 года, энергодефицит в Карачаево-Черкесии составляет более 900 миллионов киловатт в час. Стратительство малых гидроэлектростанций вскоре должно решить эту проблему. История возведения Усть-Джигутинской малой гидроэлектростанции берет начало еще в начале 90-х. Именно тогда родилась идея, что та вода, которая не забирается в гидроузел Большого Ставропольского канала, может дать региону немалой электроэнергии. Мощность строящего сооружения – 5,5 мегаватт. Среднегодовая выработка энергии – более 25 миллионов киловатт в час. Этого должно хватить на пару небольших городов. Но есть и сложности. Например, требуется вписать сооружение головного узла ГЭС в существующую дамбу Большого Ставропольского канала, не затрагивая ее конструктивные элементы. В противном случае нас ждала бы техногенная катастрофа. При этом нельзя было затрагивать конструктивные элементы самой плотины – глинистое ядро. Но в связи с этим проектным институтом было предложено применение сифонного забора воды. Само строительство разбито на четыре этапа – подготовительный, общестроительный, монтаж оборудования и пуска наладочной работы. Нулевой цикл уже позади. Сейчас строители заняты бетонированием, причем одновременно и на водоприемнике, и в будущем здании ГЭС. В связи с короткими сроками и, в принципе, позволяет все, чтобы друг другу не мешать, чтобы параллельно это все велось. Уже через несколько недель все будет готово к монтажу турбин. Станция пристраивается к уже существующей плотине, где расположен водоприемник ГЭС. Оттуда вода будет подаваться по специальным трубам здания гидроэлектростанции, где разместятся две турбины. Станция будет автоматизированная, будут стоять системы автоматического управления гидроагрегатами и системы автоматического управления технологическими процессами. При этом стройка не нанесет вреда экологии. Проект не предусматривает затопление земель и изменения водного режима Кубани. В проект заложено даже рыбозащитное устройство. Его принцип действия довольно прост. Под высоким давлением перед генератором создается водяная завеса, которую рыба не может обогнуть, а значит, не может и попасть в турбины. А вот новые гидроэлектространции в строй намечены уже на конец этого года. В Учкулане продолжаются работы по восстановлению моста, разрушенного рекой после проливных дождей. Строители уже готовятся приступить к разбору металлических конструкций. Параллельно они расширили и укрепили объездную дорогу в Учкулан через Аул Хурзук. Подробнее об этих работах расскажет наш корреспондент Эрнесс Чуков. Подъемный кран пытается оторвать многотонную плиту перекрытия, чтобы рабочие могли заменить поврежденные стихии металлоконструкции. До этого с моста уже сняли асфальт, а также расширили балки несущей конструкции. Иными словами, его разбирают буквально по слоям. Работа эта очень тяжелая и кропотливая. Вести ее нужно с особой осторожностью, и только потом начнется следующий этап. После того, как отреставрированные балки вернутся на свое место, мост снова начнут собирать. Сначала плиты, на них защитный и вравнивающий слой, а уже потом асфальт. Параллельно по поручению главы республики завершаются работы по укреплению объездной дороги в Учкулан через Хурзук. Рабочие уже расширили 5-километровый участок трассы, и по нему сейчас спокойно может проехать любой транспорт. Дорога очень даже хорошая. Проезжают все легковые автомобили. Товарооборот в Ауле не приостановился. Может проехать скорая помощь, любая легковая машина. Жизнь обеспечения Аула сейчас никак не нарушена. Проблем ни с медикаментами, ни с продуктами первой необходимости нет. О сроках полного восстановления Большого моста говорить не приходится в силу большого объема и сложности работ. Однако для удобства местных жителей, помимо объездной дороги, которая уже функционирует, здесь за моей спиной еще появится небольшой подвесной пешеходный мост, по которому жители могут спокойно перейти через реку. Эрнест Чуков, Роман Баюра, Олег Молхожев, Архиз 24. 95 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в нашей республике в этом году. При этом жильцы, вовремя оплатившие взносы фонд капремонта, могут выбрать, что их дому сейчас нужнее всего. Замена кровли, инженерных сетей или ремонт фасадов. А в Карачаевске, где немало зданий довоенной постройки, перед подрядчиками стоит еще задача максимально сохранить исторический облик городской застройки. Репортаж Татарик Желовян. Ольга Федоровна Алтухова через пять лет отметит свой вековой юбилей. Она, без сомнений, старейший житель не только этого дома, но и всей улицы. И кому, как не ей знать коммунальную летопись здания, в котором она живет? Такой был, ну как сказать, временный или как. Ну, там побелка, шукатурка туда-сюда в 82-м году. А перекрывали еще до перестройки давно, вот той черепицей, где снимали железо, где не снимали. Вместе с шифером так осталось все. Но похоже, что перемены к лучшему уже в обозримом будущем. В дом, где живет Ольга Федоровна, пришел, наконец, капитальный ремонт. Начали с самого насущного – с кровли. Ведь если она протекает, то страдают сразу все – сверху и донесу. Здание очень древнее, еще со сталинских времен. Поэтому требовался капитальный ремонт. И мы очень рады все жильцы этому событию. Потому что крыша у нас была уже очень ветхая. И вот так делали – тяп-ляп. А сейчас прямо основательно, капитально все, аккуратно все снимают, все старое, гнилое. Само здание – чуть ли не ровесник самого Карачаевска. Эти небольшие двухэтажные дома возводили еще при Сталине. И сейчас они даже представляют некую архитектурную ценность. Которую, правда, тяжело разглядеть под грудами досок и за шумом работ. Обязательное требование к подрядчику при капремонте – максимально сохранить исторический облик застройки. А ведь ремонт предстоит основательный. Бригада строителей должна демонтировать старую крышу, снять весь ее гнилой и обвершалый слой. И заменить мягкую рулонную кровлю, которую приходилось латать год за годом, на долговечную шатровую конструкцию. Желающих поскорей попасть в программу капремонта в Карачаевске достаточно. Но тут многое зависит от возраста здания и сознательности жильцов. Например, в этом доме собираемость взносов за капремонт более 90%. В этом году мы проводили собрания со всеми жильцами домов. Мы собирали их с января месяца. Мы регулярно проводим собрания с жильцами. Объясняем им, что надо платить, потому что если не платят, то и ремонт делать не из чего. То есть их деньги, выплаченные за капитальный ремонт, это их деньги, они остаются. Их только можно тратить на ремонт их домов. В целом, в Карачаевске работы по программе капитального ремонта уже идут в трех жилых домах. Еще пять будут обновлены в августе, а всего на этот год в списке устроители 11 зданий, которые с приходом ремонтных бригад обретут второе – коммунальное дыхание. Татэг Джалавян, Вадамир Князев, Архиз, 24. Общероссийский народный фронт запустил новый проект – электронную карту доступности медицинской помощи. В первую очередь на ней будет отражено состояние медицины в сельских районах России. Активисты ОНФ уже начали работы по наполнению интерактивной карты доступной медпомощи в малых населенных пунктах Карачаева-Черкесии. Подробности у наших корреспондентов. Что ни случись, давление, простуда, травма или просто плохое самочувствие, Магомед Хаджимов сразу идет сюда. Фельсишка-Кошерский пункт с коего аула. Мужчина знает, что здесь ему окажут не только медицинскую помощь, но и поддержит добрым словом. А самое главное – все это теперь в шаговой доступности. При преступных заболеваниях обращаемся к ней в любое время. ФАП, она добросовестно исполняет свою работу. Ну, раньше у нас ФАПа не было. Ехали в соседний аул обращаться к врачам в район, в центр. В соседний отдыхательский район. Так ли, люди выходили из положения. Фельсишка-Кошерский пункт в ауле Абазак появился в 2012 году. Сама по себе сельская здравница небольшая. Кабинет фельсера процедурно и коридор. Но оценить по достоинству ее значимость могут только местные жители. А их сегодня на учете более 200 человек. Есть пожилые, есть и дети. И жалобы на здоровье есть у многих. С разными болями, с разными заболеваниями. Температура точно так же. Детям тоже оказываем такую же помощь, как и взрослым. Точно так же здесь выполняются врачебные назначения. То есть люди могут обратиться к врачу. Назначение им делает врач. А здесь, чтобы они никуда не ходили, чтобы они не ездили в разные другие аулы, здесь точно так же проводятся эти процедуры. Об охране здоровья населения раз говорил Владимир Путин. Согласно его поручению, в населенных пунктах, где проживает от 100 до 2000 человек, к 2020 году должны быть созданы фельсишка-кушерские пункты и врачебные абулатории. А там, где число жителей менее 100 человек, необходимо организовать мобильные медицинские комплексы на автомобилях с повышенной проходимостью, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием. Контроль над решением этих задач он поручил ОНФ. Представители нашего общероссийского народного фронта, активисты, уже проводили рейды в районы республики, где население составляет менее 2000 человек. Значит, нами было обследование, и, так говорится, мы провели рейд в 13 населенных пунктах. У нас в отдаленных аулах и селах, значит, слабая автомобильная база. То есть, конечно же, автопарки, лечебных учреждений нуждаются, конечно же, в лучших машинах, проходимость, чтобы у них была высокая. То есть, страдает тоже этот вопрос. И, конечно же, вопрос привлечения кадров в сельскую местность остается у нас открытым, потому что, конечно же, недоукомплектованы специалистами. В ОООБАЗАК активисты ОНФ приехали именно с целью проверить качество и доступность медпомощи. Они осмотрели фельдшерско-акушерский пункт, ознакомились с лекарственным обеспечением, пообщались с медиками, провели опрос граждан и, в целом, остались довольны. Кабинет фельдшера у них есть, оснащенный необходимым оборудованием по стандарту, все имеется. Значит, диспансерное наблюдение у вас осуществляется. Докторар. Врач приезжает, бригада приезжает. Все, экстренная помощь тоже у вас. Да, то есть, скорая помощь из псалучей даты. Чтобы собрать, обработать и проанализировать информацию о работе первичного звена здравоохранения, эксперты ОНФ разработали даже электронную карту доступности медпомощи, благодаря которой люди смогут рассказать о проблемах в медицинской сфере своего региона. Этот проект ориентирован в первую очередь на жителей малых населенных пунктов до 2000 человек. Это инструмент, который будет фиксировать именно качество обслуживания населения в малых населенных пунктах. То есть, все недовольства граждан, которые имеются, все претензии граждан, которые имеются по качеству медицинской помощи. Это и доступность, это и оснащение наших медицинских учреждений, это и кадровая обеспеченность, это и поведение медицинских работников и так далее. То есть, мы все сможем все эти недочеты увидеть. Заполняться электронные карты будут вплоть до 2020 года. Затем всю собранную информацию Народный фронт направит в органы исполнительной власти. Дарья Назарова, Мурат Кемрюков, Мурат Котев, Архив 24. Фестиваль Абаза. Вот уже пятый год подряд в конце июля в городском парке культуры и отдыха Черкесско-Зеленый остров представители одного из коренных народов нашей республики проводят свой этнокультурный праздник. В этом году абазинский фестиваль был приурочен к празднованию Дня государственного флага Абхазии и юбилею абазинской национальной газеты Абазашта. Что в этот раз ожидало зрителей в рамках Дня культуры народа Абаза, расскажет наш корреспондент. В этом костюме я чувствую себя абазинской книжной. Брат и сестра Мурат и Адалина Урчуковы сегодня звезды этого фестиваля. С ними фотографируются, у них берут интервью и этот день им действительно запомнится надолго. Костюм мне нравится, нормальный. Я хотела бы ходить в школу. Этот фестиваль уже смело можно назвать традиционным. Проводят его уже в пятый раз и с каждым годом растет размах мероприятия. В этот раз жители и гости Черкесска могли поближе познакомиться не только с народной культурой, но и творчеством ремесленников, работы которых отражают национальный колорит абазинов. Я сейчас делаю рогоз. Рогоз мы сами собираем. Это сделано из стебли камыша. Сами собираем, сами плетем с помощью этого станка. И чтобы сделать, допустим, вот такую, она получается такая, по разным схемам можно делать. В среднем часа два уходит. Еще одна добрая традиция этого фестиваля – гости из других регионов России, а также из Абхазии. Что символично, в этой республике нынче тоже праздник – там День государственного флага. Настроение у нас отличное. Мы очень рады, что посетили этот город. Нас очень тепло приняли. Люди здесь очень гостеприимные. Нам очень приятно. На самом деле у нас очень много позитивных эмоций, впечатлений. Спасибо большое. Атмосферу праздника на фестивале поддерживали творческие группы со всех абазинских аулов. А незабываемые звуки национальной гармонии добавляли празднику народную атмосферу. Но самой большой популярностью пользуется вот эта часть выставки. Здесь представлены основные блюда абазинской кухни. Бастам, гял, дзердза, бахсама, маммарса и многое другое всего не перечесть. Но самое приятное для пришедших, что эту выставку можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус. Отдельная экспозиция была посвящена юбилею газеты «Абазашта». Свой 80-летний юбилей это издание решило приготовить своим читателям сюрприз. Учредить такой приз и в день 80-летия газеты родившемуся абазину вручить коляску. Так получилось, видимо, это свыше было сказано, что это случилось в многодетной семье Убековых в ауле Заула Кубина. Сегодня утром я связывалась с заместителем главного врача нашего перинатального центра. Мне было сказано, что в 6 часов 20 минут родилась девочка весом 3400 грамм, ростом 52 сантиметра. И она абазиночка. С удовольствием мы сегодня вручили этой семье коляску. Главная задача фестиваля это сохранение и приумножение национальной культуры абазин, а также привлечение внимания общественности и СМИ к жизни этого этноса. Мы, показывая свою культуру, как вот сегодня мы делимся с нашими братскими народами в республике и гостями республики, показывая, насколько богата наша республика. И мы также хотим, отдавая свою красоту, передавая, мы также хотим брать лучше других братских народов и учиться тоже, и обогащать нашу культуру в том числе. В дальнейших планах организаторов не только развитие фестиваля, но и проведение других акций, направленных на сохранение многообразной культуры народа абаза. Эрнест Чуков, Заурлиев, Архиз, 24. Большой, как известно, видится на расстоянии и по достоинству оценить те перемены, которые произошли за последние годы в нашей республике и в ее столице, смогут, наверное, лишь те, кто по разным причинам давно не бывал в Крачево-Черкесии. Например, уехал 20 лет назад жить на Урал. Наши корреспонденты познакомились с семьей, которая, вернувшись в Крачево-Черкесию после многолетнего отсутствия, не может скрыть изумление. Так сильно изменилось все вокруг. Слово Дарьи Назаровой. С этим двором у Валентины Кордюковой связаны особые воспоминания. Именно здесь прошло все ее детство, самый счастливый и беззаботный период жизни. Сейчас, спустя 20 лет после переезда на другой край нашей страны, за сотни километров отсюда, она до сих пор помнит каждое мгновение, проведенное здесь. Здесь мы играли в прятки, скакали на скакалках, учились ездить на велосипедах, а также наши любимые играют резиночки. Вот. Ну, очень бы хотелось встретиться с соседями, но я думаю, что они меня даже и не узнают. Ведь прошло столько лет. Время бежит так быстро, как будто вчера я бегала в этом дворе, играла в казаков-разбойников, в прятки. А на самом деле прошло уже 20 лет. А вот улицу Первомайскую, ныне одно из самых любимых мест отдыха жителей Черкесска, Валентина как будто видит впервые. За 20 лет улица изменилась до неузнаваемости. Нет больше переговорочного пункта, дома обрели новый облик. А вместо старых клумб появилась цветочная аллея со знаками зодиака. Такого современного центра Черкесска Валентина даже представить и не могла. Город очень сильно изменился. Особенно изменилась моя любимая улица Первомайская. Здесь когда-то был телеграф, был асфальт вместо плитки. Этих клумб не было, этих замечательных деревьев не было. Они сейчас очень красиво подстрижены. Когда мы уезжали с родителями, город Черкесск был не столь ярок и красив, как сегодняшний современный центр КЧР. В каждом уголке что-то новое, что-то яркое, замечательное. Все сделано для людей. Новая Первомайская, благоустроенный центральный парк, любимый зеленый остров и незабываемый Дамбай и Архиз. Карачаева Черкесия. От ее столицы до самых дальних уголков приятно удивила не только саму Валентину, но и всю ее семью, которая знала наш край только по ее рассказам. Мне в Карачаево Черкесии понравилось. Раньше слышала Дамбай и Архизия, а тут сами увидели, какая там красота, какая там канатки построены новые, все это удобно очень, столько много развлечений. Еще в Тиберде заповедник с животными понравился и детям тоже нашим понравилось. Мне очень понравился зеленый остров. Там есть много животных, лебедей, уток, красивых мест, где можно отдохнуть детям, есть места. И когда я приеду, я обязательно расскажу всем родственникам и знакомым, как там красиво. Валентина Кордюкова скоро вернется на Урал с огромным багажом впечатлений о Северном Кавказе и обязательно поделится ими со своими родителями, которые также мечтают увидеть после многолетней разлуки свою малую родину – Карачаево-Черкесию. Дарья Назарова, Заурлиев, Архиз 24. Таковы, на наш взгляд, главные и наиболее значимые события минувшей недели в Карачаево-Черкесии. Я же с вами прощаюсь. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok